здравствуйте друзья добрый день сегодня у нас в гостях на канале наш зритель дмитрий катаев и мы будем сравнивать два прибора мой новый радекс 1008 и радиоскан 701 а сравнивать приборы мы будем на урановом бисере и урановом стекле покажу приколюху мало ли кто не знает урановое стекло светится в ультрафиолете смотрите о какая красота вот эти крупные особенно урановое стекло красота то есть раньше стеклоду вы добавляли в стекло уран для того чтобы придать ему такое вот красивое свойство нисколько не заботясь о том радиоактивном фоне который она испускает небольшое конечно но все таки приборы готовы к работе видно что фон одинаковый так 10 микро рентген час это то же самое что 10 сотых микро зивертов сейчас у меня идет измерение на радексе в микро зивертов на радиоскане микро рентгенах все кладем наши приборы и смотрим запекал радиоскан набирает обороты и радекс тоже запищал 84 распада такого я еще не видел так 91 распад под 11 микро зивертов да то есть получается что гамма фон по нулям идет чисто бета-излучение даже даже меньшинство можно для корректности чтобы перевести в режим поиска и тогда будет показывать у нас полностью все без разделения микро зивертов здесь вот индикатор то наверно вот эти две палочки это индикатор помню полного этого как стать полного цикла когда полный цикл пройдет она наполнится вот это стаканчик а вот этот не моргающий моргающий это да и аналог до этого индикатора это каждая каждая частица на это считаем считается на сейчас пройдет полный цикл стаканчик наш наполнится и посмотрим показания так ну вот у нас показания получается 111 микро рентген в час на радиоскане и 93 микро рентген в час на радекс 1008 вот в принципе близко можно сослаться на погрешность сейчас сделаем замер уранового бисера с открытой крышкой и посмотрим какие у нас будут результаты то есть сейчас у нас идет и гамма и бета да да условно вот до 1 миллирентгена причем сразу же 1 миллирентген в общем от старинного чесского бисера закроем крышку крышку фильтра бета не будет проходить и только чисто гамма сейчас пойдет да только чисто гамма если она есть ухты смотрите вообще ноль вообще ноль то есть фонит чисто по бете сейчас покажет здесь просто естественный фон который нас окружает 17-16 это погрешность погрешность 43 процента я думаю минут 10-15 подождем то до 10 опустится никакой разницы не будет пробуем радекс чтобы сэкономить сразу в режиме измерения включаем его и он у нас должен показать и сразу и бету и гамму что будет индикатор активную смотрите 674 распада а по бете всего 12 микрозивертов то есть почти что естественный фон по по гамме по гамме да по бету по бете 674 распада ждем наше наполнение стаканчиков вот у нас получилось естественный фон 12 сотых микрозивертов в час то есть почти как естественный чуток там на 2 единички и 840 распадов по бете сейчас переключим режим поиска и посмотрим сколько он нам выдаст микрозивертов 7 целых 33 сотых микрозиверта многовато многовато будет если вы помните до этого у нас самый большой фон был в один микрозиверт на мемориале скорбящая мать ну вот так у нас получилось от 7 целых и 83 до 7 целых вот и 84 до 7 целых 77 микрозивертов в час многие сейчас скажут страшно как держать такое но здесь все очень просто закрываем крышечку кладем наш прибор и смотрите стаканчик обнулился то есть резкие резкое изменение произошло посмотрим в какую сторону все видите 10 микрозивертов естественного 10 сотых микрозиверт естественный фон бета легко экранируется пластмасса и стекло мы видим что здесь немножко идет как бы завышение естественного фона скорее всего мы так предположили что это тормозное излучение от беты то есть бета ударяет стекло и получается тормозное излучение которое дозиметр тоже улавливает сейчас сравним эти приборы на поиск на скорость реакции во время поиска движения допустим вот у нас здесь сложен урановый бисер сейчас берем приборы оба с открытой крышкой фильтра и проведем их вместе и посмотрим какой из них как отреагирует как быстро отреагирует смотрим вот такая скорость проводки по щелчкам слышно что каждый прибор отреагировал но вот радиоскан уже показал 22 микрорентгена в час а радекс только 18 сотых микрозиверта в час то есть немножко поменьше сейчас дадим приборам вернуться в исходное положение радиоскан отреагировал немножко больше стали показания у радекса но тем не менее далековато только вот на такой скорости Радекс примерно ловит излучение а сейчас пришло время уранового стекла оригинальная стопочка ей больше ста лет уже приобретена по случаю вот смотрите даже в естественном ультрафиолете и то она вот приобретает такой красивый зеленоватый цвет и слегка иллюминисцирует посмотрим какой же фон у нее итак запускаем наш радиоскан сначала лидер наберет лидер наберет показания 351 вот колеблются показания так погрешность 12-11 процентов видно 346 345 340 39 все больше 350 не будет вот в этом интервале все показания крутятся радекс 10-08 и дальше сразу засигналил мы убрали фон не фон порог убрали порог поэтому сейчас только в путь все летит слышно как прибор сигналит подольше подольше проходит измерение здесь на радиксе 2,61 сотая микрозиверта в час 64 датчик датчик точно по центру так и датчик-то одинаковый показания усредняются и становятся еще меньше должны по идее расти а они наоборот уменьшаются индикатор вон как часто пищит 202 203 но это я могу отнести к тому что излучение хаотичное и периодичность у него есть то есть возможно сейчас когда мы измеряем оно ослабление слабже или в другую сторону направлено вот пошел набор то есть от 250 получается ну 2,50 микрозиверта в час до 2,02 микрозиверта в час сейчас еще переключим режим и посмотрим есть ли здесь ну гамма и бета в каком соотношении они находятся здесь мы порог не сняли так как порог снимается в каждом режиме отдельно то есть это автономные настройки они друг на друга не влияют поэтому у нас нету писка вот 199 распадов и 13 сотых по гамме по бете 199 распадов то есть гамма опять же практически не отличается от фона почти это можно вот еще ниже стало ну и бету я думаю можно зафиксировать не дожидаться 201 распад на сантиметр квадраты в минуту ну что друзья вот такие у нас получились наблюдения в принципе по скорости реакции конечно радиоскан выиграл радекс ну надо отдать должное а по измерениям у нас в принципе все получалось одинаково вот если обратили внимание когда мы производили измерение рюмочки у нас получилась небольшая разница то есть радекс показал 200 ну условно микрорентген а радиоскан 300 и вот с чем это связано сейчас сложно ответить да точно нужно почитать в литературе может кто-то из зрителей будет смотреть и тоже сталкивался с такой ситуацией нашел объяснение напишите в комментарии будет интересно а сейчас подарок от подписчика подарок Андрею подготовил небольшой подарок так как у него нет контрольных источников будет вот ух ты ух ты смотрите какая красота Дмитрий спасибо большое огромное спасибо пожалуйста я я тронусь вообще классно можно подсветить сейчас сейчас посмотрим в ультрафиолете вот это класс спасибо большое пользуйтесь огромное спасибо я кстати раньше тоже думал что вообще о урановое стекло как это хранят как это хранить дома урановое стекло одно слово уран чего стоило в этом деле вот а у кого-то же у нас из известных артистов было да целая коллекция говорят у народной артистки ссср Людмила Курченко точно была целая коллекция уранового стекла и у нее там насчитывалось ну даже около тысячи может больше всяких предметов и старинных и до сороковых годов в общем которая выпускалась посуда вот а Людмила Курченко еще в студенчестве увлеклась этим коллекционированием получается за всю жизнь вот она насобирала такое количество стекла она стояла у нее дома на окнах в шкафах ну и она им любовалась когда там солнце в окно заглянет рюмочкой красота красота переливаться начнет очень нравилось человеку дожила до 80 лет в принципе нормально ну и как мы выяснили в основном это идет бета-излучение да оно короткое не такое мощное как гамма и легко экранируется стеклом и пластмассом ну а на этом мы будем заканчивать надеюсь вам было с нами интересно до новых встреч пока пока пока